Всем привет! Это Коммерсант Карьера. Снова в ваших ушах, глазах и как иначе вы нас читаете, смотрите или слушаете. Меня зовут Михаил Гуревич и вместе со мной Ирина Конторева, создатель ресурса «Вакансии для хороших людей». Здравствуйте! Я, Михаил, предлагаю вам сегодня поговорить о бизнесе как игре. Смело? Ну, решительно, во всяком случае. И гость у нас соответствующий Дмитрий Кипкало, владелец сети магазинов настольных игр «Мосигра». Что, кстати, очень важно для нашего подкаста, что он и владелец, и генеральный директор одновременно. Мы об этом еще обязательно поговорим. Давайте начнем с такого краткого экскурса. Очень многие знают про «Мосигру», но я специально в рамках подготовки к нашему подкасту прочел историю создания. Это, ну, если не детектив, то такая мимимишная история. Были несколько друзей, которые играли, решили заказать игру, не нашли, производитель или подрядчик отказал. Вот можно вот вкратце, как это вообще произошло? Да, значит, начну прям совсем издалека, да. Значит, я играю во все подряд, всю жизнь, как в целом и любой нормальный человек. Но я люблю играть, там, от футбола до домино, все что угодно. Азартная игра, опять же. Ну, как, я, при том, что я человек с головой, я все-таки, ну, там, не настолько азартен, но с уважением отношусь, например, к любой карточной игре, потому что, ну, там, есть где голову почесать. И в свое время, в детстве, меня папа научил в игре, в которой они играли в университете. И я все детство в нее играл, думая, что это, как и самодельная монополия, тоже как бы самодельная версия чего-то. Потом, соответственно, я тоже поступил в университет, приехал в общагу и узнал, что никто такой игры не знает и никогда даже не слышал вообще. Я думаю, вот дела. Мне папа говорил, что они играли прямо постоянно, там, на лекциях, на парах, в общежитии. Никто не знает. И у меня тогда как бы пунктик такой был, что, ну, не дать добру пропасть, надо что-то с этим сделать. И я еще даже вот во время учебы пытался там написать ее на компьютере, ну, получилось все. Для онлайн-версии, в смысле. Тогда еще не было такого. Таких слов не было. Для оффлайн-версии я пытался написать, и, ну, мне не хватило навыков, компетенций, в общем, я бросил это в самом начале пути, поняв, что я не смогу это сделать хорошо. И как-то все это отложилось в долгий ящик. По прошествии какого-то времени стали появляться настольные игры в стране. То есть, если вы помните, в 90-е годы настольные игры, это были кинь-кубик-двинь-фишку, типа там, вот все, на этом все. Монополька. Ну, монополька самодельная была только. Менеджер был у нас, если вы помните тоже, да, такая была история. Вот, стали появляться другие. И, ну, мы, соответственно, с друзьями поигрывали, нас это интересовало. И я, у меня это уже в загашнике идея была, я думаю, примерял. А не хуже ли она? Да вроде не хуже. А почему ее нет? Да не знаю, почему нет. И в какой-то момент звезды сошлись, что я по работе много очень взаимодействовал с иллюстраторами и нашел иллюстратора, чьи рисунки мне показалось, что вот я бы хотел, чтобы эта игра выглядела так. Свободные деньги были небольшие. И я говорю, слушай, ну вот у меня есть мечта сделать такую игру, вот можешь мне там нарисовать. Я у нее заказал дизайн. Таня Майфа, ты очень крутой дизайнер, если что, всем рекомендую. Бесплатная реклама в нашем подкасте. Да-да-да, все равно, наверное, вырежут. Вот. И, значит, она нарисовала арт очень крутой, мне очень понравилось. Я думаю, да, но если игра будет нарисована так, то она должна быть прям крутая. То есть в то время же, как игры из тонкого картона такие, помните, фишечки, как, не знаю, колпачки. Я подумал, что с такой картинкой колпачки не дружат, должно быть круто. Начал искать, как сделать фигурки настоящие фигурные. Оказалось, что в России их сделать нельзя. Я нашел в Китае через Alibaba, только появившуюся тогда. Заказал, значит, у них набор этих фигурок. Заказать одну нельзя, можно заказать тираж. Поэтому я заказал набор 100 комплектов этих фигурок. Когда я заказывал фигурки, я подумал, что в игре еще есть монетки. Подумал, что тогда уж раз уж и фигурки, то и монетки должны быть звенеть. Потому что, ну, так приятно. Заказал еще монеток этих там. И это было даже смешно, потому что мне привезли, когда из Китая эти посылки, и там такие мешки на вид золотых монет. Они, конечно, не золотые, там что-то никелевые, я не помню, никель, олова. Тяжеленькие? Тяжеленькие, извиняющие, можно прямо так зарывать руками и извинеть. И, в общем, потом, когда все это привезли, я понял, что и в коробку простую это положить нельзя. Коробка должна быть богатая. И там, соответственно, тоже была очень крутая. Сначала из картона, а потом вообще из дерева покрытое там суперлаком. Но обратная проблема была такая, что когда этих 100 комплектов в итоге мы сделали, оказалось, что примерная себестоимость одного комплекта в районе 5000 рублей. Да, вот в Википедии так и сказано, что 100 экземпляров игры стоило вам 500 тысяч рублей. Примерно. Но это нужно понимать, что это не вот я взял и отслюнявил. Это на протяжении года по чуть-чуть то-то купил, то-то купил. Но суммарно большие деньги. И игра получилась очень крутая, я ей очень гордился. Папе подарил, друзьям подарил, играем дома. Стоит в углу куча барахла. И как-то мы ходим все время, там жена меня спрашивает, говорит, что мы с этим всем будем делать. В это время мой друг, мы вообще бизнес весь мы сделали с моим другом детства. Он в это время остался уже без работы. И мы думали, как бы, что если мы когда-то захотим что-то делать вместе, то лучше момента, чем сейчас, не найти. И я ему говорю, ну вот есть такая вот опция. У нас есть коробки, давай их продадим. И он, значит, бегал по магазинам, по разным, игрушечным, книжным, детским. И он говорил, вот у нас есть игра, но она стоит там 5000 рублей, купите. А ему говорили, вы что, обалдели? Игра за 5000 рублей, это невозможно. Во-первых, вашу игру никто не знает. Во-вторых, она очень дорогая. Поэтому это даже тут нет предмета для обсуждения. Ну, и там, получив несколько отказов, мы подумали, ну, тогда надо продать их самим. И вот мы сделали на коленке интернет-магазин. И в этот магазин выставили нашу одну игру и 19 лучших игр других. Чтобы как бы она заняла почетное место среди самых лучших игр. А всего их на тот момент на рынке продавалось, в принципе, не так много. Вот, и мы запустились вот почти 10 лет. 25 ноября 2008 года у нас мы запустили сайт. Ну, там, я не скажу, что все всегда было гладко, но... Слушайте, подождите, и вы продали вот эти по 5000 рублей каждую игру? К концу декабря. Мы их продавали по 7700. Вот. И мы продали к концу декабря все. Вот. И мы тогда как раз подумали, что похоже, что-то в этом есть. Это похоже на бизнес. Да. А причем еще друзья приходили и говорили, ну, ты же не собираешься, ну, вот из этого делать бизнес. Ну, у тебя есть работа. Ну, это же несерьезно. Я думаю, ну, почему же несерьезно? Ну, вроде людям нравится. А еще, понимаете, в нашей работе очень важна обратная связь. Люди рады. То есть это, на самом деле, позитив, получаемый от человека на той стороне, прилавком. Подождите, давайте не отвлекаемся на рекламу. Вот вы продали за 7700, сколько там оставалось, 50 игр, 60 игр. Ну, нет, там 90. 90 игр. И решили, что это бизнес. Ну, мы помимо этих 90 игр продали кучу других коробок. И мы решили, что это бизнес. Потому что вот эти первые там месяц-полтора мы с Димой и наши жены, вот мы вчетвером работали. Я на работе у себя взял отпуск. И эта работа директор-курьер. Ты утром закупщик, вечером ты кладовщик, днем ты курьер, продавец, там, я не знаю, пиар-менеджер, оператор и так далее. Вот, ну, там, Димина жена сидела на телефоне, моя жена занималась контентом для сайта фотографиями. Я, там, занимался рекламой, маркетингом. Дима с утра ездил к поставщикам, забирал потом. Ну, это был просто жесть. Машечный дом. Слушайте, это какое-то приключение, мне кажется. Ну, не, сейчас-то вспоминать вообще приятно. Но тогда, конечно, с одной стороны ты чувствуешь, что что-то идет, с другой стороны, ну, это реально там с пяти утра до, я не знаю, двенадцати ночи. Хорошо, вы говорили, что, ну, все вокруг не верили в вас, да, и что это может быть серьезным делом. В какой момент вы поняли, все, это действительно бизнес и дело, которым я хочу заниматься? Для меня очень важно было мнение отца. Я, вот, мы закончили, отработали декабрь. Ну, понятно, что мы там в Excel-чке какие-то таблички ввели. А, ну, и новогодние подарки как раз. Ну, и мы, а мы с Димой же из одного города, мы поехали на Новый год вот в Саров, и я сижу там, и папа мне говорит, ну, что там у тебя с твоими этими игрушками-то, как идет? Ну, я открываю таблички, ему показываю, а он у меня математик, он гениальный математик. И он такой смотрит, смотрит, не, ну, слушай, в этом, конечно, что-то есть. Я тогда думаю, ну, если папа говорит, что в этом что-то есть, то это точно правда. Вот, и как-то так. Ну, и мы, обсудив тоже, что с Димой, что как бы, а почему бы нет, давай продолжать. И вот мы, собственно, продолжили, потом открыли физический магазин. То есть мы же сначала только доставкой занимались. Открыли физический магазин, заработало. Потом нам написали пацаны из Киева, говорят, ребята, вы там продаете настольные игры, может, вы нам будете продавать? А мы им говорим, да может, мы вам расскажем, как сделать магазин под нашей вывеской, и вы его сделаете? Ну, давайте. Так образовалась франшиза. Да, да, да. И в Киеве тоже, МОЗ играет. Да, до сих пор работает. У нас франшиза первые несколько лет была вот такая. А давайте, а давайте. И там, ну, там, к концу девятого года мы подошли, у нас было четыре города, помимо Москвы. У нас было своих три магазина. Ну, и там, соответственно, дальше таким же образом примерно добавилось. Когда мы поняли, что можно добиваться успеха со своим продуктом, мы решили, а почему мы производим только один? А давай еще производить. И вот тоже производство как примерно развивается. Сначала мы просто заказали все в разных местах, и у нас ребята на складе карточки вот так подбирали. Потом мы поняли, что когда мы заказываем все в разных местах, мы за это переплатили, за это переплатили. Ну, давайте вот этот кусок делать у себя. И так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, в итоге у нас там полторы тысячи квадратов производства в Подольске, где мы делаем полмиллиона коробок в год. Подождите, вот мы начали с того, что это бизнес как игра. И вроде все так весело, и как будто бы денег нет особо, да, все так несерьезно и играючи, но Дмитрия-то мы нашли в Форбсе, да, как человека, который зарабатывает миллионы. Расскажите вот про деньги. Что сейчас этот ваш бизнес? То есть вот мы поняли, 500 тысяч рублей в начале, 10 лет прошло. Ну, я надеюсь, что 18-й год мы закончим с выручкой 800 миллионов. О! Такая пауза сейчас. Так, хорошо, сколько магазинов сейчас? 75, по-моему, когда последний раз считали. Я, честно говоря, ну, поскольку сейчас начинается сезон, и они начинают открываться, я точного числа не знаю. Они по франшизе или ваши? И наши, и по франшизе. Прям вот, ну, у нас, вот я говорил, 25 ноября будет 10 лет. План максимум, то есть план, которого очень хотелось достичь, чтобы мы встретили десятилетие, и у нас было 100 магазинов. Я не уверен, что это случится, но мы постараемся. Главное, не устраивайте Потемкинские деревни перед юбилеем, а то так бывает в России принято. Мне кажется, это не про Дмитрия вообще история. Нет, вообще нет. Слушайте, вот вы несколько раз упоминали своего друга, я так понимаю, речь идет о Дмитрии Борисовой. Да, так точно. И это очень важный вопрос, который прямо хотелось бы нам обсудить с Ирой. А каково это делать бизнес вместе с другом детства? Как не потерять друга, делая совместный бизнес? Ну, в бизнесе с друзьями есть очевидные плюсы и очевидные минусы. Расскажите. Про плюсы или про минусы? И про минусы, и про плюсы. Давайте с минусов. С минусов начнем. С минусов, что каждый раз каждое решение, которое принимается, нужно рассматривать еще через призму, а не обидишь ли ты близкого человека. И не послужит ли это каким-то черным пятном на многолетних отношениях. И это заставляет 10 раз надо всем думать и иногда даже в ущерб бизнесу какие-то решения принимать. Но в то же время я очень благодарен Диме за то, что он такой, и что мне вообще повезло с ним и с моими другими друзьями. Мы, они понимают, и вроде мне кажется, что мы все понимаем и умеем чаще всего разделять дружбу и дела. И когда что-то идет не так в делах, говорим правду, какой бы она ни была неприятной. Ну вот последнее слово, например, в бизнесе, в деле, оно за вами? Да, об этом мы договорились с самого начала. Это прямо на берегу, что называется? Да, да. А жены тоже в бизнесе до сих пор или уже не так? Ну, моя жена, пиар-директор у нас, да. А, то есть здесь еще не только лучший друг, а еще и супруга в бизнесе. Лучшая супруга. Да, лучшая супруга, да. Хорошо, это единственный минус? Ну, по большому счету, да. Тогда вот давайте его немножко обсудим. У вас бывало, что вы чувствовали, что сейчас вы поссоритесь с лучшим другом? Мало того, мы даже ссорились, но, слава богу, за 10 лет мы ссорились так, что мы очень быстро мирились. И в этом, на самом деле, и его большая заслуга, и я тоже стараюсь, ну, стараюсь и работаю над собой. А с супругой, например, она пишет пресс-релиз, она там пресс-секретарь. Она пишет там какой-то пресс-релиз. А ей говорят, иди суп свари. Да, или суп свари, или плохой пресс-релиз получился. Ну, то есть можно уволить просто пиарщика, сказать, ну, дорогой, ну, не сработались мы, не получается. Ну, жене же так не скажешь, она тебе потом суп сварит такой, что... Так не скажешь, но мне тоже с женой очень повезло. Она тоже понимает, что в этом бизнесе я главный, во-первых, и во-вторых, что... Ну, мы, на самом деле, прям, это с женой даже в этом смысле сложнее, потому что я приезжаю домой, но мы все равно по-прежнему рядом, и отделить работу от неработы дома, там, с другом у меня такой проблемы не возникает. Ир, я, кажется, нашел рецепт успеха работы с друзьями. Нужно, чтобы повезло. Однозначно, с самого начала. Надо найти этого друга в детстве. Да. Потом найти жену такую, чтобы повезло. Да, чтобы тоже повезло. И тогда все сложится. Да. Слушайте, у меня еще вот такой вопрос. Вы написали книгу уже, вы практически писатель. Уже почти вторую. Бизнес как игра, грабли российского бизнеса. Вот на какие грабли вы наступали сами? На которые бы не наступили сейчас? Ой, господи, это... Ну, это... В книгу вошло хорошо, если 10% грабель, на которые мы наступали, потому что, ну, ни у меня, ни у моего друга не было никакого ритейлового опыта. Поэтому мы все на своей шкуре изучали и изучаем, и по-прежнему наступаем. Просто дело в том, что мне немножко сложно говорить о граблях прошлых, потому что они кажутся такими уже незначительными. Сейчас есть другие грабли. Конечно, ну, там, ошибиться с формой налогообложения, это ошибка, стоящая, там, миллионы рублей, например. Но как, ну, наверное, можно было быть умным и проконсультироваться, но мы же такая, ааа, сейчас решим. Тоже должно было повезти с друзьями. Ну, тут не всегда везет, насколько я понимаю. А где главные грабли? Вот в реальном бизнесе или в российских нюансах бизнеса? Да нет никаких российских нюансов. Нет никаких? Я, ну, я про российские нюансы только в газетах читаю. Нет ничего... Ну, как? Нет, подождите, ладно, я не совсем корректен. Есть российские нюансы, связанные с местом России в мировой экономике. Это российские нюансы, достаточно объективные. Нужно понимать, что как бы мы себя ни колотили в грудь, мы не страна номер один со всеми вытекающими последствиями. Пока, пока. Вот. Но все эти истории про, там, я не знаю, крышу, отъемы, отжимы, ну, я не знаю. У нас изначально была принципиальная позиция. Ну, мне опять же повезло, что второй мой друг, Андрей Ситарский, который долгое время был гендиректором у нас в компании, а сейчас отвечает за, там, юридический блок, он, ну, его основная позиция, там, мне кажется, через всю жизнь, но в плане бизнеса, вот мы это на бизнесе, никогда никому нельзя давать взяток. Потому что, ну, я эту позицию разделяю, потому что это приучает к плохому. Дал один раз, значит, дашь второй. Тех, кому даете или тех, кто дает? Тех, кому даешь. Мне казалось, что ты из себя приучаешь. То есть, если ты понимаешь, что можно решить вопрос за счет взятки, то ты как бы уже закладываешься на этот вариант решения проблемы. Для бизнеса это не очень плохо, потому что если это дешевле, в целом это неплохо. Но проблема в том, что если ты один раз это сделал, ты дальше становишься беззащитен по отношению... Ну, я так думаю. Я так думаю, что ты становишься беззащитен по отношению... И вы ни разу не давали взятку. Ни разу, никогда. Слушайте, мне кажется, мы перешли к ценностям вашей компании. Не давать взятки. Да, первое, это не давать никогда взятки. Делать бизнес с лучшими друзьями. Но это не ценность компании, потому что, честно говоря, чтобы дать взятку, тоже нужно... Часто ли у вас возникает в жизни повод или желание, или возможность дать взятку? Они сами по себе не возникают. Нужно очень захотеть ее дать, чтобы ее дать. Где, кому? Вот сейчас охраннику здесь я на... На дорогах страны, например. Ну, послушайте, правда, у вас попадаются ситуации, когда хочется дать взятку... Я не даю взятки. Мне кажется, у меня такой маленький бизнес. Не, я имею в виду, что там ДПС дать взятку, но это, мне кажется, в таком далеком прошлом они уже не берут. И мы уже не даем. Потому что там везде... В общем, это в голове взятки. Какая прекрасная страна, слушайте, я даже не знал об этом. Мне нравится эта страна. Мне нравится, очень нравится. Давайте продолжаем. Слушайте, вот тут еще один момент. Я не знаю, сказано ли это в вашей книге, честно говоря, полностью не прочел, но у вас есть такой интересный аспект. Вы долгое время были наемным сотрудником. Да. А потом вдруг стали бизнесменом. Да. Вот этот вот переход. Можете нам о нем рассказать? Какие здесь подводные камни? И как вообще это все решается? Как психология меняется у человека, в конце концов? Для меня он прошел безболезненно. Ну, как? Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что он прошел безболезненно. Хотя тогда, конечно, я переживал. У меня было так, что я продолжал работать. В 2008 году, вы помните, были такие непростые времена. Я работал в продюсерском центре исполнительным директором. И продюсерский центр, проводящий разные мероприятия, у нас восьмой год в истории был лучшим, потому что он был сначала очень жирным. Но где-то начиная с осени... С августа, я бы сказал. С августа, с конца августа, да. Стало понятно, что что-то идет не так. И я в целом понимал, что так или иначе, мне рано или поздно придется поменять работу, потому что долго так продолжаться не может. И это параллельно наложилось на то, что запустилась Мосигра. Мосигра, эти две вещи друг с другом были не очень связаны на самом деле. Как будто бы. Ну, как будто бы, да. Но когда она запустилась, я понял, что на самом деле у меня такая есть задача. Довести бизнес до такого состояния, что он способен кормить мою семью, и после этого можно отказываться от наемной работы. Ну, я рассказывал, что вот я на декабрь брал себе отпуск на месяц. Потом в течение, наверное, месяцев четырех или пяти я как мог совмещал. То есть я утром поработаю, потом еду в офис, потом вечером опять там что-то поработаю. А потом я понял, что бизнес может меня кормить, и с работы ушел. Ну, вообще вот эта логика перехода, то есть когда одно дело, тебе платят зарплату, ты перед кем-то отчитываешь и спрашиваешь, а что делать? А тут ты вдруг хозяин своего, и ты сам должен закладываться на то, что если не будет поступления, надо сотрудником оплачивать зарплату, и никто за тебя... Ну, суперответственность за все. То есть здесь она такая конечная ответственность. Вот как это в голове происходит? Мы как раз же вот про это, мы про карьеру. Как человек должен себя изменить, или о чем он должен думать? Скорее, чем мы подготовиться, потому что нас слушают те люди, которые, в принципе, задумываются о том, чтобы построить свой бизнес. Вот чему приходилось учиться, чтобы быть бизнесменом? Но то, чему приходилось учиться, не ответит на тот вопрос, который мы обсуждаем. Потому что как раз вот вопрос взять на себя ответственность, это вопрос характера. И, как правило, бизнес запускает люди, которые... То есть это или есть, или нет? Нет, это вырабатывается. Ну, и есть способы выработать. Я знаю, где это выработалось у меня. Я там долгое время возглавлял футбольную команду. Я ее возглавил случайно, но эта ответственность свалилась, она не очень тяжелая была. И я потихонечку все больше и больше этим занимался, все больше и больше учился управлять людьми. И к тому моменту, когда пришла пара делать свой бизнес, я на самом деле знал, что условно там, когда у меня есть 20 человек, я смогу сделать так, чтобы они делали то, что нужно. И готов там за это нести какую-то ответственность. Вот. А вот чему пришлось учиться, и что на самом деле отделяет там руководителя от сотрудника, что задача руководителя... Хозяина от сотрудника. Мне кажется, это разные вещи. Потому что руководитель, даже наемный руководитель, это все равно человек, отчитывающий перед собственником. Нет, предпринимателя от непредпринимателя отличает умение брать риск. Ну, умение брать риск, оно тоже воспитывается, если кто-то захочет в себе воспитать умение брать риск, нужно играть в рандомные игры. Не, я сейчас... Ну, там, в игры, где есть высокая вероятность случайности. Потому что, ну, самый простой способ понять, человек восприимчив к риску или нет, посмотреть, во что он играет. Грубо говоря, если человек играет в лайнс, у него нулевое приятие риска. То есть это хороший тест, да, на вхождение в бизнес. В смысле? А если, например, человек играет условно в цивилизацию, где очень широкое дерево ветвления, там, принятия решений, и где очень много неизвестных, которые от тебя не зависят, значит, он получает удовольствие от входящего какого-то риска. И, значит, ему в целом комфортно будет находиться под давлением постоянно изменяющейся обстоятельств. Слушайте, то есть это можно взять телефон человека и сделать вывод вообще, вот он способен, или ему надо что-то поменять. Поменять игры на телефоне, в первую очередь. Ну, в том числе. Ну, какие-то игры же есть, конечно. Ну, на самом деле, можно просто спросить, во что ты играешь? Ну, есть там сегмент игр, направленных на исследование всех возможных спектров механики. Вот те люди, которые склонны исследовать игры со сложными механиками, разбираться в них, где вариативность случайных событий высока, этим людям легче будет заниматься предпринимательством, потому что это очень похоже на предпринимательство. Сейчас было понятно, что Дмитрий все-таки математик, не только спортсмен и предприниматель. Играть в сложные игры. Я прям даже не думал об этом. Слушайте, правда, очень круто, и я тоже никогда об этом не задумывалась. Смотрите, давайте тогда немножко, если позволите, поговорим все-таки о карьере в вашей компании. Слушайте, а можно перед этим, я вижу прекрасный вопрос, чтобы закончить тему вообще с бизнесом по этому поводу, что если у кого-то из наших зрителей, слушателей, кто захочет заниматься примерно таким же сегментом, играми, сколько сегодня стоит порог входа на рынок вообще, и стоит ли с вами конкурировать? Рынок настольных игр, он сегментирован на разные направления. Например, мы, как компания вертикально интегрированная, мы одновременно занимаемся и розничной торговли, ну, франчайзингом, розничной торговлей, дистрибуцией, издательством и производством. Это все разные типы бизнеса. Вход в разные... Ну, и помимо этого, мы, как авторы, создаем какие-то игры, да? Вход в разные ветки стоит разных денег. Вход во все сразу стоит очень больших денег. Ну, давайте, наверное, с элементарного. Я хочу открыть магазин, где буду продавать игры настольные. Магазин... Ну, вот, открыть магазин уровня того, что делаем мы, то есть магазины же тоже бывают разные. Можно открыть магазин-сарай в подвале в надежде на то, что туда кто-то зайдет, такой магазин стоит меньше миллиона рублей. Магазин в хорошем торговом центре, там, полноценно стоит миллион три, примерно. А онлайн-магазин имеет смысл сегодня открывать или нет? Если есть... Дело в том, что сделать сайт очень легко, а сделать так, чтобы он был в поисковой выдаче на первых местах, достаточно дорого. Поэтому делать e-commerce нужно, имея большой бюджет. Я бы сказал, что заниматься этим, не имея, там, миллионов тридцати, даже смысла нет. О как! То есть онлайн даже подешевле. Серьезный бизнес. А в 2008-м-то за полмиллиона можно было войти. Ну, тогда и деньги были другие. И деньги были другие. Не, ну как, я же тоже... Понимаете, что в принципе можно сделать и дешевле, просто будет долго. Тут же вопрос в том, за какой срок-то... Или нужно иметь какую-нибудь идею, типа, вашего шакала, я так понимаю. А это как бонус, с одной стороны. С другой стороны, часто очень люди звонят или пишут, говорят, о, я придумал настольную игру. Объективно нужно понимать, что идеи настольных игр, ну, их в целом миллион. Ну, их там четыре механики, да? Нет. Я знаю, онлайн, вот в онлайн-играх там четыре механики. Я про онлайн не скажу, я немножко о другом. Я вот о чем, что в год в мире выпускаются тысячи новых игр, из них успеха добиваются десятки. Нужно понимать, что есть профессиональные авторы, которые занимаются только разработкой игр, и даже у них не всегда получается хит. И если человек придумал первую в жизни настольную игру, вероятность того, что это будет хит, она невысока. Такое случается. И есть много очень авторов, которых можно назвать автор одной игры. Он одну игру придумал гениальную, а дальше пытается, а не получается. Вот. Но в целом даже одну игру придумать, это большое дело. Далеко не с первого раза и не у всех получится. Слушайте, а чтобы стала игра хитом? Можно просчитать это вообще? Что там точно должно быть? Вот вы как математика скажете. Душа там должна быть. Кроме души. Есть то, что там точно должно быть. Это необходимые, но недостаточные условия. Достаточно их сформулировать невозможно, потому что это как сделать, я не знаю, написать великую песню. Непонятно, из чего она состоит, да. Но необходимый, понятно. Как для этого нужно обратиться к маркетингу? Как игры распространяются? В первую очередь через сарафанное радио. Сарафанное радио работает на тех играх лучше, где играет много игроков одновременно. Потому что если мы играем вдвоем, игра моя, тебе понравилась, в лучшем случае состоялась плюс одна продажа. Если мы играем в шестером, игра моя, пятерым понравилась, состоялось пять продаж. Важно, чтобы... То есть это должна быть такая игра на массового игрока. Ну, пять-шесть человек должна играть. А четырех-то там... Но тут важно, что если она, например, на пять-шесть человек, и вчетвером мы в нее сыграть не можем, значит, регулярность партий падает. Ограничения. Да, поэтому она должна играться как для трех-четырех, так и для пяти-шести человек. Это повысит вероятность ее маркетингового успеха. А там уже механики чуть разные. Дальше еще... Слушайте, перед тем можно еще один вопрос, потому что как-то так интересно про компанию, конечно, поговорить, но вот разница между онлайн-играми и вот вашими настольными. Насколько она велика, насколько перетекаете из одного в другой сегмент. Ты имеешь в виду, могут ли, например, какие-то настольные стать онлайн-игрой? Например. Или наоборот, какие-то онлайн-игры, там та же какая-нибудь цивилизация как-то обрабатывается, бум, и играем. Сделать версию онлайн-игры в физических компонентах можно, если эта онлайн-игра построена не на графических возможностях. Или там на вычислитель... Это происходит в реальности? Конечно, но есть настольная цивилизация. И вы это делаете? Да, мало того, цивилизация же... Как появилась игра цивилизации? Сначала была настольная версия, потом появилась компьютерная, а теперь появилась настольная версия компьютерной. То есть это вот такой цикл. Такое перетечение. Ну, это постоянно происходит. Появляются ли версии настольных игр в цифре? Появляются. Успешных не очень много, потому что на самом деле настольные и мобильные игры решают разные задачи. Настольная игра решает в первую очередь задачу социализации, а мобильная игра решает задачу убийства времени. Таймкилинга, да. И эти задачи друг с другом не очень бьются. Некоторые настольные игры подходят для таймкилинга, тогда они хорошо имплементируются в мобильном или, я не знаю, на компе. Но большая часть игр построена на общении, на социальном факторе, и их очень тяжело реализовать. Слушайте, ну вот сейчас наш подкаст послушают, и жутко понравится наш гость. Ценности, о которых он говорит, и они захотят у вас работать. Как попасть в вашу компанию? Кто вообще вам нужен? Как вы их отбираете? Что это за люди? Ну, поскольку мы занимаемся кучей разных бизнесов, нам нужны все. Вот. Все профессии хороши, и все люди нам нужны, лишь бы люди были позитивно мыслящие. То есть очень важно для меня, вот, например, очень важно, чтобы человек думал, как можно, а не почему нельзя. Ну, знаете, с другой стороны, со временем, с возрастом, да, вот я замечал, что мы знаем больше, чего нет, чем чего да. То есть мы это попробовали, ну, точно не получается. Это попробовали, не получается. Это ограничение. Да. И мы знаем, и это нет, и это нет, и это нет, и это нет. А вот что да, мы не знаем. И тем не менее важно все время искать, что да. Не искать, почему нет, а искать, что да. Это очень, ну, для меня это очень важно, и это, на самом деле, у нас в компании очень приветствуются. У нас основной принцип компании быть честными по отношению с клиентами. А как только ты честен по отношению с клиентами, тебе приходится быть честным по отношению с партнерами и сотрудниками. И это второе важное качество. Не приживаются люди, которые что-то там, что-то... Имеют задние мысли. Имеют задние мысли. А еще, если и действия, то вообще... Они должны любить играть? Не обязательно. Понимаете, каждый человек любит играть. Он просто либо об этом знает, либо не знает. Все полюбят. Один раз попробуйте. Слушайте, я знаю, что в одной табачной компании работники не должны курить. Я просто слышал об этом. Очень такая интересная для меня была новость. Если перетомолировать вопрос, будут ли они играть на работе? Будут. И полюбят. Важен ли их игровой опыт до компании? Абсолютно не важен. Это вообще не играет никакой роли. Не можешь, научим, не хочешь. Заставил. Ну, практически. У нас, как у компании, есть огромное преимущество перед всеми остальными. Все, любой человек, кого не спроси, мы все знаем, что мы делаем хорошее дело. Это такое, на самом деле, мотивационное преимущество, которое я... Ну, вот я в свое время работал в «Спартаке». Вот бренд «Спартак», он очень мощный. И он очень объединяет. Но, тем не менее, все-таки «Спартак», я болельщик «Спартака», его очень люблю, и там за него болею сто лет и буду, и так далее. Так или иначе, это холиварная тема. Есть те, кто его любит, есть те, кто его не любит. То, что мы делаем, это однозначно хорошо. Нет, я не представляю себе, кто бы мог сказать, вы делаете плохо, это вред. Не представляю. И это невероятный драйвер, мотивирующий людей работать. Слушайте, ну, мне кажется, это правда ценно, что ты работаешь в том месте и кайфуешь от того, что ты производишь, что ты продаешь, какие люди вокруг. И мне кажется, вам удалось это создать в своей компании. А сколько у вас этих людей сегодня работает? Если считать всех-всех, порядка 300 человек. Это вместе с производством, со складом, все продавцы и офис. Да, порядка 300. Вырасти в вашей компании легко? Ну, я имею в виду по карьерной лестнице. Мало того, у нас очень много людей в офисе. Сейчас работает тех, кто, естественно, начинал за прилавком. И у нас очень много людей в офисе. Вот компании будет 10 лет. У нас много людей, кто работает 8 или 9 лет. Вот, то есть у нас небольшая текучка. Мы, на самом деле, очень приветствуем новые кадры и квалифицированные кадры, но текучка у нас небольшая. Мы достаточно быстро растем, что у нас нет необходимости от кого-то избавляться, чтобы пополниться новыми кадрами. Слушайте, а вот специалистов, там, не знаю, топ-менеджеров, есть два подхода. Кто-то всегда предпочитает свои кадры, а кто-то говорит, ну, это лучше возьмут человека со свежей головой, да, там, незамутненным взглядом со стороны, пусть он не наладит это направление. А я займу позицию посерединке. Да. Потому что свои кадры важны, если им хватает компетенции, или они поддаются обучению. А вы отправляете, кстати, своих людей на обучение? Мы отправляем, и я, ну, я вообще, ну, я как бы в целом добрый руководитель, но есть две вещи, которые меня можно довести до белого коленя. Первое, это сказать, что что-то невозможно. У меня пена ртом пойдет, потому что не бывает невозможных вещей. Просто они сколько-то стоят или сколько-то времени занимают. И на Марс возможно полететь. Просто это нецелесообразно, но возможно. Вот это первая вещь. А вторая меня вымораживает, когда я вижу, что человек не хочет учиться и саморазвиваться, потому что возможность учиться есть. У нас книги в офисе, библиотека есть. Мы там на конференции, курсы. Но если нет желания этим пользоваться, ну, это прям меня бесит. Вот так вот. Мы не говорили слово «невозможно» с тобой сегодня? Нет, мы говорили «неразумно». А неразумно – это нормально. Неразумно. Слушайте, а скажите мне, вот понятно, что в самом начале вы знали об играх все, о своих. Но сейчас сколько у вас игр наименований продается? В ассортименте активных порядка тысячи. Вы о каждой можете рассказать? Вот я приду, вы, например, за прилавком. Я скажу, а это о чем игра? О каждой нет, но о каждой лучшей – да. Ну, просто потому что их реально стало много, и я во все не успеваю поиграть. Во все, которые мы выпускаем, конечно же, я про любую могу рассказать. В чужие я играю только если мне говорят, слушаю этого. У вас эти проценты каков? В штуках мы выпускаем порядка 10%. Выручки почти 50% составляют наши игры. Ваши игры? Да. 50%. Потому что мы выпускаем сплошь хитяры. Ну, понятно. Слушайте, давайте вот напоследок, у нас уже времени просто не так много остается, очень важный вопрос. Он как бы объединяет и вот нашу часть, касающуюся работы вашей компании, и в целом такое понимание, как же стать собственником, как быть наемным сотрудником. А когда собственник должен уходить от операционного управления? Потому что этот вопрос всегда крайне важен. Потому что не только сотрудник начинает в какой-то момент тормозить, или зарабатываться, или замыливаться у него взгляд, но и у собственника. Вот где... Критериев много. Во-первых, если он перегорел. Во-вторых, если его квалификации и компетенции не хватает. В-третьих, если он в принципе лишний, и все вопросы закрыты и решаются без него. Да, только собственник-то об этом не знает. Он считает, что все в порядке. Поверьте мне, каждый собственник мечтает уйти на покой в общем случае. Каждый собственник, особенно покрутивший педали несколько лет, будет рад оставить свое кресло и сказать, ребята, я теперь буду на даче, а вы мне только присылайте там, чтобы мне что-нибудь капало. Но это болезненный процесс в том смысле, что что такое собственник? Собственник затыкает все дырки, которые не заткнуты. Набрать людей, которые будут готовы с таким же рвением затыкать все дырки, но это непростая задача. Хотя это, ну, слава богу, мне везет с командой. Да мы знаем, вам уже везет и с женой, и с лучшим другом. И с командой. И бизнес хороший, позитивный. Не обесценивайте, вам не везет. Вы все это делаете сами, своими руками и головой. Возможно. Вы для себя чувствуете, пора уходить или нет еще? Если под словом пора иметь хочу или не хочу, хочу. Если под пора могу или не могу, пока не могу. Вот так вот. Что ж, я думаю, хорошая такая точка для нашего диалога. Если бы у меня не было своего бизнеса, я бы, пожалуй, попробовала поработать в этой компании, потому что она мне близка по ценностям. Позитивно. Да. Спасибо. Дмитрий Кипкало. Мосигра, бизнесмен, владелец и генеральный директор. Был у нас сегодня в гостях, а вместе со мной подкаст вела Ирина Контарева, создатель ресурса вакансий для хороших людей. Спасибо. Спасибо всем. И мне кажется, мы узнали еще одного человека, для которого нет слов, невозможно. И это круто. И это все возможно и для наших слушателей, и зрителей. Вы можете скачивать подкаст «Коммерсант карьера», iTunes, Google Play, все другие возможности, конечно, на сайте «Коммерсант» в том числе. Меня зовут Михаил Гуревич, и оставайтесь с нами. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова